Севастополь 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 Игра Война за умы Она перемещается все моложе и моложе Леонид Сергеевич, мы с вами не начнем разговаривать Неужели вы считаете, что усложнение программы Действительно способствует Какому-то интеллектуально Действительно способствует Глубокому интеллектуальному развитию Места для детства же не остается И соглашусь, нет С одной стороны, вы знаете, что сейчас Достаточно развито дополнительное образование За рамками детского садика И родители, может быть, гиперактивно пытаются детей с самого раннего возраста занять различными видами развивающих занятий. И поэтому часто очень мы видим, что 3-4-летние дети уже в 5-6 секциях занимаются и английским, и робототехникой, и спортом. Мнения разные у специалистов. Это неплохо, да? Но и не сильно хорошо. Это родители же, дети 90-х, они были лишены родительского внимания, мне кажется, они просто пытаются компенсировать. Мнения у специалистов разные, на самом деле, относительно раннего развития. Здесь, ну, это тема отдельной передачи, не буду глубоко погружаться, но то, что вызовы времени заставляют действительно детей развиваться быстрее, уже в раннем возрасте осваивать такие компетенции, о которых раньше мы еще и не думали, в первом, втором, третьем классе, это действительно так. И мы как-то говорили про это, про профессии будущего, есть атлас новых профессий, и то, что рынок труда 2035 года, он будет разительно отличаться от того, что есть сейчас. И топовые профессии будут связаны с информационными технологиями, биоинженерией, робототехникой и так далее. Поэтому, конечно, детям придется, не придется, они с удовольствием это делают, могу сказать. Занимаются в кружках робототехники уже, если вы посмотрите наши, например, Кванториум, или какие-то другие учреждения доп. образовательные, ну, хотя и в садиках такие кружки есть, даже шести-семили. Ну, они потрясающие, это правда, но им как бы придется, но это же нам с вами придется сейчас пересматривать, ну, я имею в виду в глобальном смысле, в масштабах страны, школьную программу, ведь там очень много информации и навыков, которые уже, ну, если не изжили себя, то вот на грани, да, они в ближайшее время не пригодятся. Вы знаете, это вызов, это большой вызов для системы образования в целом, потому что портфель компетенций, которые будут требоваться, да, уже в ближайшем будущем, а почему я говорю про детский садик и про 2035 год? Потому что ребята, которые сейчас в детском саду, в 1935 году, они как раз примерно пойдут на рынок труда. И вот вопрос, да, что они будут уметь, и будут ли они конкурентоспособны на глобальном рынке. Об этом уже сейчас надо задумываться. Ну, поговорим мы об этом в 1935 году, а давайте сегодня кто выходит на рынок. Говорить будет поздно, да. Вот, поэтому к вашему начальному вопросу, да, что за молодежью будущее. Будущее, конечно, за молодежью, но и в том числе за той молодежью, которая сейчас в детских садах. Поэтому этому внимание мы уделяем тоже достаточно большое. А та молодежь, которая не в 1935 году будет выходить в профессию, да, вот, закончит цикл образования и будет самостоятельными людьми, которые что-то смогут сделать для нашего города, что-то смогут захотеть сделать для нашего города. Те, кто сегодня закончил, заканчивает или только собирается поступать в ВУЗ. Как вы считаете, насколько у них есть возможность реализовать себя здесь, не уезжая куда-то, не ищая лучшего будущего, не вкладывая свои знания, компетенции, которые они получают здесь в Кванторию, в Малой Академии Наук, да, идти в какие-то другие центры, чтобы вот здесь был такой центр научный, технический, творческий, чтобы каждый свой потенциал мог реализовать здесь? Ну, первое, скажу, что у нас потрясающие, конечно, ребята, потрясающая молодежь, студенты, которые по многим показателям на федеральном уровне не то, что где-то там, да, скромно входят пока. Середнички, да? Середнички, а очень часто побеждают наши и творческие коллективы, и спортсмены, ребята, студенты на конкурсах интеллектуальных, конкурсы различных видов соревнований, начиная от робототехники, заканчивая предметными олимпиадами. Наши ребята побеждают на всероссийских форумах, форумах приносят гранты в город Севастополь, то есть выигрывают уже такие существенные деньги для реализации проектов здесь. Поэтому наши ребята вполне на уровне. На мировом уровне наши спортсмены и наши интеллектуалы, они заявляют о себе. На всероссийском уровне они замечательные, Россия на мировом уровне, поэтому у нас на мировом уровне тоже представлен. Поэтому действительно компетенции есть, и система и образования, и воспитания, и спорта в Севастополе достойна, и мы конкурируем достаточно хорошо на разных уровнях. Другой вопрос, конечно, удержать здесь, удержать ребят, чтобы они здесь работали, развивались в дальнейшем. Эта задача не такая простая. Собственно, все регионы с этим сталкиваются, что крупные города, Москва, Санкт-Петербург, другие миллионники, у нас здесь рядом Краснодар, Ростов-на-Дону, конечно, забирают таланты, забирают ребят. В первую очередь, потому что там развитая экономика, развитая экономика, значит, могут предложить более высокие зарплаты и в бюджетной сфере, и на рынке труда. И ребята, конечно, им больше возможностей, просто карьерного продвижения. Поэтому, конечно, ребята амбициозные, целеустремленные, часто едут пробовать свои силы в большие города. Что делать, чтобы они вернулись потом? Конечно, развивать экономику. В первую очередь, экономика, потому что все-таки базовые условия, это трудоустройство, да, здесь это заработные платы, это возможность обеспечивать семью, возможность квартиру как-то снимать или купить со временем, а это все зависит от зарплаты. Это первые условия. Компенсировать это можно, например, еще другими социальными гарантиями. Если мы не можем предложить высокие зарплаты, например, в социальной сфере, могут быть пакеты социальных гарантий. Такие как надбавки молодым специалистам, подъемные деньги. Вот сейчас, вы знаете, что прорабатываем. Губернатор обратился к Владимир Владимировичу Путину по поводу программы строительства служебного жилья. В том числе для молодых специалистов. То есть, если эта программа будет реализована, то появится большой блок служебного жилья. Так квартирный вопрос севастопольцев не испортит. Который можно будет предлагать молодым специалистам и приглашенным специалистам, которые будут переезжать из других регионов. Для того, чтобы они здесь работали, это будет компенсировать те, может быть, невысокие пока зарплаты, которые у нас есть в социальной сфере. Ну и мед. образование, здравоохранение, культура, спорт. Если говорить о реализации национальных проектов, какие из них способствуют тому, чтобы молодежь действительно могла себя найти и реализовать? Они все на это направлены. Практически во всех национальных проектах есть кадровая составляющая. Есть отдельно кадровые проекты. Например, есть такой проект кадры для цифровой экономики. Он целиком направлен на то, чтобы обучать людей, начиная, кстати, со школьной скамьи, усиления предметов, физика, математика, программирование, и вплоть до пенсионеров, которых тоже обучают компьютерную грамотность. То есть практически людей всех возрастов обучать компетенциям цифровой экономики для того, чтобы они уже трудоустраивались, может быть, по другим профессиям, которые востребованы на рынке труда. Ну и во всех, по сути, мероприятиях, которые есть и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре, и в других сферах, кадровые вопросы предусмотрены. Начиная от... Ну, даже вот самый банальный пример, что просто поставка хорошего современного оборудования, строительство новых учреждений, в которых можно работать, это же уже инструмент для того, чтобы молодежь оставалась. Ну хорошо, а вот создание кластера на мысе Хрустальном. Вот я в свое время оставила музыку только потому, что мне негде было в Севастополе реализовать себя. Не было тогда симфонического оркестра. Спасибо большое, Владимир Николаевичу Кимову, он сейчас есть. Очень много хореографов уезжают, музыкантов. Ну, практически потом становятся с мировым именем, но не здесь, не в Севастополе. Они не сюда стягивают публику, а сами разлетаются и представляют наш город. В том числе, я же говорю, должны быть условия для реализации. Почему я сказал для начала про оборудование? Ну, это, например, касается медицины. Если специалист, медик, он должен работать в хороших условиях, на хорошем оборудовании, чтобы повышать свою квалификацию и становиться профессионалом в своей области. Конечно, хорошие специалисты, они не будут работать в неподобающих условиях. Поэтому, в том числе, обеспечение оборудованием, создание инфраструктуры – это способ удержания. Ну и выстраивание вообще всей цепочки. Правильно вы сказали, что в музыкальном образовании у нас следующего уровня не хватало. После музыкальной школы… В географическом, театральном, ну тут огромный же класс. Да, некуда было пойти. Поэтому те творческие, ребята творческой направленности, которым хотелось бы, может быть, получить здесь и следующие ступени образования, и остаться работать, не всегда могли это сделать. Ну, надеюсь, что в перспективе это получится. В ближайшие годы в нашем городе планируется строительство, введение в строй новых школ, медицинских кластеров. Есть у нас и колледжи, которые, в принципе, готовят специалистов. Насколько выстроена эта кадровая политика, чтобы сегодня уже, возможно, каким-то целевым образом набирать ребят, обучать их, чтобы к моменту, когда школы откроются и все лечебные учреждения начнут работать, чтобы хотя бы основной костяк был у нас уже подготовлен, образован и выведен в люди. Тоже абсолютно верный и очень больной вопрос для нас, потому что, конечно, сейчас кадровый дефицит уже есть в социальной сфере, достаточно высокий, в здравоохранении в том числе, такой наиболее, наверное, существенный. Мы это видим, да, по возможности записи на прием, когда часто не хватает и узких специалистов, терапевтов. И при вводе новых объектов социальных он будет нарастать. Естественно, кадровый дефицит будет нарастать. Поэтому уже сейчас на уровне... Давайте про здравоохранение сначала. Здесь по двум пошли путям. Первый – это целевой заказ, по сути, на обучение специалистов в федеральные вузы медицинские, это на врачей. И здесь Минздрав нас поддержал, дал нам большую квоту. Мы направили заявки во все ведущие вузы медицинские Российской Федерации по количеству специалистов. То есть где-то 5 человек, где-то 10, где-то 15 на разные направления. И на эти целевые квоты могли поступить как севастопольские ребята, целевым образом от Департамента здравоохранения, получив направление, так и из других регионов. Когда они отучатся в вузе, на этих целевых местах, они будут обязаны отработать в Севастополе. Минимум 5 лет. 5 лет. Да, поэтому... То есть сейчас уже сделано... То есть очень дальновидные шаги. Задел, да. Задел на то, чтобы такая... Ну не армия, конечно, пока еще, но небольшая группа людей... Хотя бы гипотетически, да, что у нас будут эти специалисты. Этот целевой набор будет возобновляться каждый год, поэтому каждый год мы будем размещать целевые заказы в ведущих вузах медицинских. А если средний медицинский персонал? И второй блок мы сделали на базе нашего колледжа, Межени Дерюгиной, медицинский, тоже дополнительный целевой набор. Сохранив те бюджетные места, которые были, мы дополнительно профинансировали целевой заказ на обучение среднего медицинского персонала. И в этом году дополнительно набрали 150 мест. Причем механизм очень интересный, что за каждой группой закрепляется конкретное медицинское учреждение. И по сути главврач больницы, он уже знает, что у него учится вот группа из 20 медсестер, да, или фельдшеров, которые в перспективе придут к нему на работу. У нас сделаны учебные классы в больницах, закреплены на уровне заместителя главного врача руководители, которые эту группу будут курировать. И они уже, начиная с первого курса, будут проходить практику и целевым образом готовятся к работе в этом медицинском учреждении. Поэтому текущий дефицит, он будет покрыт, но самое главное, мы готовимся, конечно, к строительству новых объектов. То есть через 3-4 года, когда будут в строю введены уже крупные новые медицинские учреждения, у нас, я надеюсь, что будет обеспечено все и средним медицинским персоналом, и узкими специалистами. Ну, конечно, им нужна и приличная зарплата, и жилье. Это тоже потихонечку решается. Про жилье мы уже поговорили. Да, экономическое. Вот осталось вопрос сдвинуть по зарплатам. Здесь мы тоже уже неоднократно говорили, что, конечно, мы бы рады были платить больше, но есть федеральные нормативы. Мы привязаны в том числе к средней. Есть указы президента по уровню оплаты труда. Мы привязаны к средней заработной плате по экономике. Поэтому путь повышения зарплаты в социальной сфере – это повышение производительности труда, а, следовательно, и заработной платы в экономике в целом. Будет расти зарплата в городе, будет развиваться экономика, будет увеличиваться и зарплата в социальной сфере. Ну, то есть если со здоровьем населения у нас все будет хорошо, что, говорится, с обучением? Новые школы. Вот буквально 3-4 года, да, и десяток, по-моему, школ, если не больше, вступит в строю. 10 школ, 14 детских садов, да, у нас большая потребность, тоже более тысячи человек практически в новых учреждениях. Нам придется набирать, искать. Здесь мы плотно сотрудничаем с Севастопольским госуниверситетом. Открыта специальная программа. Ну, условно она носит название «Школа под ключ». Конечно, целиком школу набрать из выпускников. А здорово, если на одном курсе, да, обучаются. Ну, все равно разная профилизация, это только начальничка. Все-таки опыт педагогов не заменишь. Если набрать только школу из молодых ребят, как эксперимент, конечно, можно провести, но вряд ли кто-то захочет делать эксперимент на детях, правильно? Тем более, если это свои дети, то... Да, поэтому мы так не рискнем. Но модель, конечно, есть в том, что в магистратуре особенно собирается команда единомышленников, которые в процессе обучения, уже примерно понимая, в какой школе они будут работать, как основной костяк, могут работать уже и над программами учебными, и над какими-то проектами, которые в этой школе будут запущены. Поэтому тоже благодарность Севастопольскому госуниверситету, что такую потребность удовлетворяет. Сделали магистрскую программу и большой набор в бакалавриат. То есть, в принципе, педагогическое направление будет подготовлено там. Ну и наш колледж имени Минькова, да, педагогический. Тоже, в общем, тут есть чем ей погордиться даже. Сергей Леонидович Данильченко, его руководитель предыдущий, достаточно хороший рывок мы сделали. Сейчас уже есть конкурс при поступлении, и почти все выпускники идут с системой образования Севастополя. То есть, мотивированы, работают здесь, их с удовольствием принимают, не только в школы, и воспитатели детских садов, в начальной школе, ну и учителями-предметниками идут. Есть около 30%, которые не идут, но по объективным причинам, там в основном девушки, поэтому выходят замуж, выходят в декрет. Но после декрета я надеюсь тоже вернуться на педагогическую деятельность. Поэтому, в общем, по образованию есть потенциал тоже для подготовки кадров. И, конечно, мы приглашаем, потому что все-таки хорошие методики, опытные педагоги, должна быть сформирована школа, должна быть наработанная компетенция, потом приглашаемая из других регионов, конечно. Мы с вами говорили в одном из предыдущих эфиров, что действительно сейчас немного иное поколение, да, и они хотят еще учиться, они готовы учиться, а вот работать потом от зари до зари с теми компетенциями, с теми возможностями, да, все хотят удаленно, все хотят путешествовать и при этом зарабатывать много денег, ничего не производя, не вкладывая ни в образование, ни в здравоохранение. Как замотивировать их работать системно? Не соглашусь с вами. Или это все, ну, вот как бы... Традиционные, всегда, всегда... В каждом периоде есть свои, да, где-то вылетите природу. Поэтому и на молодежь тоже всегда кажется, что как-то вот не те ценности. Работают... Ну, речь не о ценностях, речь о том, что время немножко другое, и как бы у них взгляды другие. Вы знаете, это... Летить на завод и от там какого-то ученика доработать до начальника церкви. Чтобы путешествовать и чтобы ничего не делать, нужно зарабатывать. Ну, вот такая мечта, да? Вот, может быть, есть какая-то программа в том, чтобы настроить и показать действительно перспективность и серьезность жизненной позиции? Ну, я просто не понимаю суть задачи, да, что должна быть специализированная программа. Это жизнь, да, после того, как ты... И она все поставлена, когда ветер уйдет из головы, то все остальное... И сталкиваешься с реальностью, что нужно работать, зарабатывать, нужно искать рабочее место. В общем-то тут уже просто жизнь заставляет трудиться. Проза жизни вернет на землю. На мой взгляд, конечно, вот то, что я бы лично усилил направление, это популяризация молодежного предпринимательства. Чтобы ребята искали, может быть, не работу по найму, да? Ну да, когда аванс, зарплата и... Да, именно, больше стремились к собственному делу, что-то придумывали. Так как я в бывшем, да, из сферы все-таки науки и образования, я видел много замечательных примеров научно-технического предпринимательства. Когда именно научная разработка или какая-то технология в интернете, в живом, в железе какая-то робототехника, или какие-то просто наработки инновационные, они позволяют молодым ребятам действительно становиться очень успешными предпринимателями, как вы говорите, заработать много денег действительно на своем продукте, на своем изобретении, и дальше уже, да, путешествовать, ну и развиваться, заниматься своим бизнесом. Ну все равно это огромный труд, это надо предпринимать каждый день, никто не придет и не положит тебе, вот тебе аванс, а нужно действительно развивать. В основном лежит продукт. Это для вот этих ребят, да, которые горят в глаза, которые знают, чего они хотят, у которых есть какая-то идея, и они готовы ее реализовать, и им нужна только финансовая работа. Легкий старт это гранты для студентов, да, которые у нас... Студенты, молодежи, до 30 лет. Да, это в прошлом году, по-моему, была принята эта программа, в этом году продолжилась. Гранты для студентов, молодежи, которые хотят открыть свое предпринимательное дело. По-моему, до 100 тысяч рублей. Да, там, нет, там, ну, как бы это даже не столь важно, но как вы считаете, какие направления сейчас наиболее перспективны? Вот если бы вы, допустим, или ваш ребенок уже взрослый, да, собирался сделать первый шаг, вот куда бы вы его направили? Это туризм, это как бы обслуживание, это научные... Безусловно, IT, информационные технологии. В Севастополе и в Крыму сейчас с этим вообще очень сложно пробиться. Ничего подобного. Огромное количество ребят здесь действительно занимаются программированием. Они, к сожалению, да, не могут публично. То есть многие компании просто ушли в подполье из-за санкций, но они работают на мировом рынке и производят очень конкурентоспособные продукты, технологии. И, в общем, достаточно хорошо себя чувствуют. Но будущее точно за этими технологиями, то есть информационные технологии, программирование, интернет. Поэтому в этой сфере хорошие специалисты будут цениться всегда. Следующее направление, ну, я лично в него верю, это биоинженерия и биотехнологии. И у нас здесь есть, на самом деле, тоже куда стремиться. Есть прекрасный институт биологии Южных морей, у которого прекрасные разработки связаны с водорослями, с переработкой морских, с работой в море, с работой с биологическими объектами. И я знаю, что в планах у них в ближайшее время как раз создать такое, ну, что-то вроде технопарка, зону для развития инновационного предпринимательства в этой сфере. Я знаком с некоторыми проектами, они потрясающе востребованы, и действительно можно брать какие-то кусочки и на этом делать бизнес. Даже пример приведу, но есть время, да? Конечно, для вас всегда есть время. Мой знакомый, очень хороший, он был аспирантом химического факультета МГУ, Иван Афанасов его зовут. Кстати, вот для желающих, если посмотреть в интернете, он неоднократно признавался лучшим молодым инноватором страны и так далее. Будучи аспирантом, вместе со своим научным руководителем на химфаке изобретали различные вещества, так или иначе применимые в быту, что называется. И его личная разработка была, это эластичные медицинские повязки, эластичные бинты. Она получила название, ну, живая, искусственная кожа, по сути. Это саморассасывающаяся повязка. То есть... Ее накладываешь? Да, ее накладываешь, она не требует дополнительного снятия, она со временем рассасывается, дает потрясающие результаты по заживлению, по антисептическим свойствам и так далее. Имея вот этот материал, разработав его, запатентовал, создал опытное производство, и сейчас уже их несколько заводов производят, эти повязки уже много, где это применение нашлось. И вот Иван как раз такой пример молодого предпринимателя, который сделал свой продукт уже своим бизнесом. Поэтому я считаю, что на таких примерах нужно вдохновляться, и ребятам, не важно где. Но это кажется, что просто, ведь это огромный, титанический, многолетний труд, он же к этому шел, это надо настолько быть идейным и болеть своим вот этим делом, желанием. Ну, а как по-другому? Ну, по-другому жить вообще скучно. Конечно. Вы, чтобы стать таким профессионалом высокого уровня, вы же тоже к этому шли. Поэтому в любом месте, в любой профессии человек должен отдаваться своему труду и стремиться к профессионализму. Конечно, если, в общем, не уделять времени саморазвитию, образованию, то, в принципе, ничего не получится. Ну, мне кажется, что нынешняя молодежь, она именно настроена на то, чтобы вкладывать в себя свое время, свои ресурсы, саморазвитию и самомотивацию. Опять же, да, вкладываться в свое здоровье, здоровый образ жизни, он сейчас является одним из приоритетов. Насколько правительство города реализует программы для того, чтобы поддерживать вот эту тенденцию? Как вы считаете, сегодня быть здоровым – это модно? Быть здоровым – это модно и нужно обязательно. Конечно, у нас много программ, связанных с популяризацией здорового образа жизни. Вот я в соцсетях видела, вы сделали прививку от гриппа. Ну, извините, что на таком личном примере. Ну, как бы это же тоже вкладывание в себя, да? То есть вы будете больше работать, вы не будете болеть, и больше хорошего для города сделаете? Ну, да, но вообще это полезно. То есть есть много мнений, я знаю, что есть противники прививок и так далее, но я искренне… Но пока ничего лучше никто не придумал, насколько я знаю. Статистиковая упрямая вещь, да, и все-таки цифры показывают, что при хорошем проценте вакцинации, при хорошо проведенной работе по прививкам удается избежать очагов эпидемии, потому что профилактика, да, зайти и потратить 30 секунд, чтобы сделать прививку, или потом проболеть, например, месяц. Это же совершенно разные… С осложнением, тем более, что гриппа будет разная. Ну, или не месяц, но даже неделю. Это же очень… совсем разные временные промежутки. И поэтому хорошая профилактика, она позволяет избежать таких серьезных вспышек, не закрываются на карантин школы, не закрываются садики, и на предприятиях, да, не теряется производительность труда. Случаев каких-то вот таких, знаете, там, из-за вакцины, чтобы становилось кому-то плохо, мы не зафиксировали в том году. Вакцина российского производства в Санкт-Петербурге, единственный завод есть, который производит на всю Россию эту вакцину, она хорошего качества, зарекомендовала себя очень хорошо. Поэтому всем рекомендую, в общем, у нас будут и в коллективах, на предприятиях, и в самых оживленных местах на площади Нахимова, возле Мусона, Апельсина, других торговых центров УСИМОЛа, да, еще. Каждые выходные, весь день будут стоять передвижные амбулатории, где можно будет сделать прививку от гриппа. Здесь можно. Бесплатно, конечно. А можно будет ее сделать также в поликлинике по месту жительства, в образовательных учреждениях, в вузах, в университетах, в коллективах, будут выездные бригады работать. Поэтому я всем рекомендую не пропустить такую возможность, защитить себя и свою семью, и, в общем, вакцинироваться. Ну, вакцинация – это тоже вклад в себя, в свое здоровье. Но, если посмотреть, это лето, мне кажется, было настолько активным, настолько спортивным. И сколько молодежи участвовало в забегах, и в велопробегах, и субботние утренние зарядки, и во дворах, то, что устраивают дворовые спортивные мероприятия, там же принимают участие не только дети, но и их родители. Это настолько сплачивает семьи. Очень мало. Как мало? Очень мало. Призываю всех. Немало, мы показывали, их там действительно много. Я была удивлена. Призываю всех, услышав нас. Нам же рассказывают, что вся молодежь в интернете ее не вытащить на улице, да их просто толпы. Ну, я шучу, конечно. Просто хотелось бы больше. Хотелось бы больше. И действительно, в этом году запустили целую волну проектов, направленных на такое вовлечение, скажем так, массово детей с родителями. Ну, вы ожидали, что будет такой отзыв, такой отклик? Да. Вы просто давно работаете с молодежью, и вы знаете, что она инициатива. Ну, не только молодежь. У нас, кстати, замечательная, у нас и пенсионеры с удовольствием. Вот если про зарядки говорить. На самом деле, мне кажется, люди, которые приходят в субботу в парк на зарядку, это молодежь. Вот сколько бы лет им ни было, потому что, ну, как бы, если не молодежь, он спит до 12. А если он пришел на зарядку, глаза горят, точно молодежь. Да, вот большой проект по дворовым спортплощадкам у нас как раз, потому что их достаточно много уже сделано в городе, и будет еще достаточно много открываться. И, конечно, наша задача, чтобы они не в хаотичном порядке как-то были. Мы знаем, что они закрыты иногда, жильцы одного двора сами закрывают площадку на замок, потому что не хотят, чтобы приходили жильцы соседних домов. В общем, ну, тоже позиция для поддержания безопасности. Но у нас будут работать, уже сейчас 20 тренеров работают в разных районах города, которые каждый, ну, пока где-то на четырех площадках, может быть, еще чуть больше, будут в соответствии с графиком организовать спортивно-массовые мероприятия, выступать судьями, тренерами для ребят, для взрослых детей, проводить спортивные праздники. И вкупе с зарядками в парках, я думаю, что такое будет массовое движение, когда людям будет интересно просто выходить и так или иначе активно проводить время на улице с своими детьми, занимаясь спортом. Но очень многие переживают, что буквально с окончанием летнего сезона вот эта активность может закончиться. С нашей стороны нет. У нас программа утверждена, она будет регулярная. То есть это круглогодично, ну, если только снег или дождь, или какие-то совсем такие погодные условия, которые не позволяют. Слава Богу, да, Севастополь, да, в большинстве месяцев в году позволяет такими занятиями заниматься. Ну, и для настоящих энтузиастов, спортсменов, и ни снег, ни дождь не является преграммой. Ну, это уже, да, тоже увлеченные люди, как вот ваш химик. Так, в общем-то, есть люди, которые спортсмены, и они получают от этого действительно большое удовольствие. Поэтому будет еще ряд таких проектов, направленных на увеличение людей, занимающихся массовым спортом, или даже просто не спортом, а активностью физической. Ну да, потому что спорт — это уже секунды, там, миллиметры, килограммы, граммы — это уже нездоровье. Зарядку, прогуляться по городу, сыграть в какой-то, может быть, легкий вид спорта, игровой. Надеюсь, что, как в старые добрые времена советские, на самом деле, вот мы статистику поднимали, город Севастополь в советское время был лидером Российской Федерации, самым обеспеченным городом в части спортивной инфраструктуры на душу населения. Мне кажется, что сейчас мы к этому тоже идем. Когда будут реализованы все планы, заметьте, не «если», а когда будут реализованы планы, объекты ФЦП, действительно, вот стоит отдать должное управлению по делам молодежи и спорта, как бились в предыдущие годы за включение каждого объекта в федеральную целевую программу, удалось включить большое количество объектов, спортивных площадок, комплексов, ледовые дворцы, бассейны, стадионы. Сейчас-то есть в программе. И действительно, главная задача сейчас, которую губернатор ставит перед всеми органами власти, это уже реализация этих программ. Они сталкиваются с большими сложностями. Сети, коммуникации, земельные участки, плохое проектирование, недостаточно качественные профессиональные подрядчики. Вот эти все вещи надо преодолеть. Главное идти вперед вопреки. Обозрим не вопреки, а для того, чтобы в перспективе... Вопреки тому, что вы сказали, там все эти недобросовестные подрядчики, а мы идем все равно вперед. Да, чтобы инфраструктура города Севастополя была не просто на уровне южной столицы, а на уровне главной нашей столицы Москвы. Иван Сергеевич, когда мой сын в позапрошлой жизни, лет 10 ему было, он сказал, мама, я так хочу уехать куда-нибудь в Европу, так, чтобы жить было хорошо. Я ему сказала, ты знаешь, это вот сделай так, чтобы Европа так захотела приехать в Севастополь. И они сказали, ну, тут действительно здорово. Я очень надеюсь, что наша молодежь сделает все для того, чтобы весь мир приехал в Севастополь или захотел приехать в Севастополь, потому что здесь действительно здорово. И здесь молодежи есть, где разгуляться. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Мне к вам еще очень много вопросов. Я жду вас в этой студии. Обязательно приду. Всего доброго. Вы смотрели программу «Открытый город». На вопросы в прямом эфире отвечал Иван Сергеевич Кусов, исполняющий обязанности вице-губернатора города Севастополя по социальным вопросам. Я же с вами не прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...